Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, начисление прибыли в кабинетах инвесторов компании Агамов и вам всегда шло по пятницам четко как часы. Неважно что происходило. Даже когда средства компании были заморожены на протяжении 10 месяцев, прибыль все равно начислялась. И вот на этой неделе, в эту пятницу, произошло что-то небывалое. Инвесторы начали сообщать о том, что начислений не было. Вот пишет Олег Северин. Начислений нет, а уже воскресенье. Видимо, Диего технические работы проводит и скоро вывод откроет. КЗ-2050. Да все уже, в кабинете начисления прекратились на этой неделе. У меня тоже нет начислений. С чем это связано? Игорь, это значит, что нас кинули 1000%. Иван Волков, сайт висит. В эту пятницу никаких начислений не пришло. Уже воскресенье. Дэн Инвест, уже и начислений нет. Ирина, у меня висит мой аккаунт, начислений нет. И у меня возникла одна мысль, а именно 13 сентября, а это у нас был четверг, то есть за день до начисления прибыли, на сайте скампол была опубликована следующая статья. СБУ провела обыски в IT-компания Александра Прочухана, помогавшей выводить средства из квестра в ворлд. Ну, собственно, давайте ознакомимся с данной статьей и попробуем понять, нет ли здесь взаимосвязи между обыском в офисе компании и прекращением начислений процентов. Как писали классики, Воронья-Слободка загорелась в 12 часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе, а молочные братья Балаганов и Паниковский выходили из города, сгибаясь под тяжестью золотых гирь. В случае с пирамидами и вспомогательными компаниями Александра Прочухана начинаются схожие процессы. При этом их сопровождает целый ряд событий. Закрываются старые проекты преступника. Правоохранители многих стран заводят уголовные дела на целые компании, основанные Прочуханом Александром Николаевичем, а также на отдельных их представителей. Инвесторы пишут заявления в полицию и прокуратуру. О ходе сбора информации Центру содействия международным расследованиям удалось выяснить, что Александр Прочухан совместно со своим давним товарищем в преддверии остановки работы Квестра Ворлд, QW, Леонора Свис, Агам, Файвинс и кражи средств со счетов этих финансовых пирамид зарегистрировал в Украине IT-компанию ООО Айпан. Ранее на сайте Центра был опубликован материал, в котором подробно описана история организации. Направив свои силы на уточнение подробностей и поиск дополнительной информации о фирме, специалисты Центра выяснили, что не так давно в офисе компании прошли обыски. Более того, стало известно, что в зоне ответственности предприятия находится сразу несколько проектов, некоторые из которых сыграли немаловажную роль в жизни Квестра Ворлд. О схеме взаимосвязей мы подробно расскажем в следующем материале. В этой публикации подробнее остановимся на обысках, которые прошли в ООО Айпан. Сразу отметим, что оперативные мероприятия проводила не полиция, прокуратура или следственный комитет, а СБУ – Служба безопасности Украины. Сотрудники спецслужб пришли в офис компании Айпан или ООО Айпан с целью изъятия электронных носителей информации, которые использовались для администрирования четырех сайтов. По предварительным данным, находящиеся под управлением Айпан площадки вели противозаконную деятельность. О каких именно сайтах идет речь, источник не сообщает. Однако можно предположить, что дело тут как раз в официальных порталах четырех финансовых пирамид, основанных изначальным владельцем Айпан Александром Прочуханом, Квестер Уорлд, Кью Дабл Юлеонора Свис, Агам и Файвинс. На фотографиях можно видеть, как проводится изъятие компьютерной техники и оборудования. Надо отметить, что сомнений в том, что на полученных центром фото запечатлены обыски непосредственно в офисе компании, принадлежавшей Александру Прочухану, не остается. Во-первых, преступник чаще всего представлялся как Александр Пан. Если данное обстоятельство сопоставить с невероятной любовью к дорогим игрушкам, то в созвучном и визуально схожем по написанию с Айфон Айпане нет ничего удивительного. Все встает на свои места. Во-вторых, наши эксперты обратили внимание на коллекционные модели автомобилей, попавшие в кадр на правой фотографии, что опубликовано выше. Имеется в виду вот эта фотография и вон модельки автомобилей. Кажется, именно на авто из этой коллекции еще в 2008 году давний товарищ Александр Прочухана и нынешний владелец ООО Айпан Андрей Шинкарук катал игрушечных мышат и цыплят. Вон 2008 год. Подчеркнем, что фактически обыски проводились в трех компаниях, так как все они располагались в одном офисе, и судя по полученной информации, на деле все они тесно связаны между собой. Помимо Айпан, внимание оперативников привлекли организации Пилар и Винконет. Кстати, представители фирм были вовсе не рады появлению сотрудников СБУ. Более того, они пытались помешать проведению обысков. Часть разговоров со спецслужбами зафиксировали на видео сами же сотрудники офиса, будучи уверенными в том, что действия спецслужб незаконны. В качестве аргумента запись была выложена юристом одной из компаний Романом Корченюком в соцсети. «У меня работает 110 человек, вы останавливаете работу международной компанией», говорит мужчина за кадром, снимая происходящее на телефон. «Вступивший в диалог с СБУ человек не называет никаких имен, однако принадлежность одного из обыскиваемых предприятий Александру Прочухану и сама формулировка озвученного возражения заставляет невольно думать о том, что речь в данном контексте идет именно о Questro World». И вот, собственно, здесь видео, где сотрудник данной компании снимает видео и ведет разговор с представителями СБУ, то есть Службы Безопасности Украины. Сначала я подумал, что данное видео было снято недавно, буквально на этой неделе, и, соответственно, данный арест компьютеров имеет отношение к приостановке выплат. Но когда нашел оригинал данного видео на Фейсбуке, видно, что данное видео опубликовано полгода назад, 16 марта 2018 года. Тем не менее, все равно интересно посмотреть. «Я вам даже диск, компьютер подаю. Хотите, заберете?» «Я исполняю определение суда, что…» «Определение суда вы исполняете неправильно, потому что там не написано «изымать в суде». «Вы можете обжаловать мои действия куда угодно в дальнейшем». «Давайте так. Мы сейчас не находим с вами никаких общих главаристов, потому что…» «Это вы со мной не находите. Я хочу идти на компромисс. Мне надо запустить работу людей. У меня работают 110 человек, официально работают». «Я еще раз говорю, ну как бы я изымаю». «У меня работают 110 человек. Вы остановите работу международной компании». «Ну я вам еще раз повторяю». «Это не аутсорс какой-то, и мы не майним ничего. Мы работаем, мы делаем реальный продукт, мы поддерживаем системы. Если вы сейчас остановите, вы лишь на день, вот даже сейчас, вы лишите работу 110 человек». «Вы напишите, что у вас изъято…» «Мы оставим какой-то протокол обыска». «Нет, вы мне оставьте данные с них, пожалуйста». «В смысле данные?» «Мы сейчас будем копировать». «Персонал до последнего пытался отстоять имущество компании, предлагая всевозможные варианты, например, дать им время скопировать всю информацию с изымаемых носителей. Как юрист я убежден, что обыск был направлен исключительно на остановку, то есть уничтожение работы компании, а не на выявление доказательств. Я молчу о хамском поведении и уверенности в отсутствии наказания. Так будет проведена экспертиза. Установлено, что оборудование и предприятие не имеют никакого отношения к данным сайтам, и все будет возвращено. Но где-то через год-полтора, а то и больше», отметил Роман Корченюк. Вот здесь еще одно видео. Произошедшее мигом осветили местные журналисты. Именно они и обратились с запросом к винницкому IT-кластеру, который сообщил представителям СМИ о том, что на момент поступления запроса ни одна из трех компаний не предъявила реальных доказательств того, что сотрудники СБУ провели обыски с грубыми нарушениями. Если ООО IPAN действительно выполняло функции администратора на сайтах всех четырех финансовых пирамид Александра Прочухана, то в руках украинских спецслужб могут оказаться ценные документы, связанные с выводом средств Квестер Уолл за пределы Украины. Речь, напомним, идет о сумме не менее 30 миллионов долларов и последующим их возвращением в страну уже на, скажем так, законных основаниях. Можно предположить, что интересы Украины в данном случае сильно расходятся с личными интересами Александра Прочухана, который в самом скором времени может получить неприятные известия, связанные с его деятельностью от страны, гражданином которой он является. Отметим, что скорость, с которой Александр Прочухан расходует деньги вкладчиков Квестер Уолл, колеблется в районе полумиллиона долларов в месяц. Украденное тратится на личную авиацию, охрану, частые перелеты и аренду элитного коттеджа в Киеве. Когда я увидел дату этой статьи, 13 сентября, это был четверг. И сначала подумал, что события здесь описанные произошли совсем недавно, ну, может быть, на этой неделе. Но когда проверил более детально дату публикации данного видео, оказалось, что это уже опубликовано полгода назад. Поэтому, собственно, прямой взаимосвязи между изъятием оборудования и отсутствием начислений на этой неделе, конечно же, нет. Поэтому вопрос, почему нет начислений в кабинетах инвесторов компании Агам и ФВА, остается открытым. Напишите в комментариях к данному видео ваши версии по данному поводу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.